Это не значит, что мы не должны работать над созданием метаданных по всему публичному сектору. Все понятия, которые используются в публичном секторе, должны быть определены не только на текстовом уровне, но и как схемы метаданных. Для того, чтобы те, которые хотят разрабатывать какие-нибудь приложения в публичном секторе, не вынуждены были обращаться каждый раз к вам или к кому-либо, чтобы для них эта информация была доступна. И чтобы каждый знал, с какими данными он может работать, какой формат этих данных. Вы говорите о открытых стандартах. Очень хорошо. Но это должно быть записано, что в таком случае используется такой открытый стандарт. То есть мы, так как инициатива исходит от нашего института, поднесся с ДОТАП, мы должны как-то объяснить, почему мы пришли к выводу, что нужен этот регистр метаданных для того, чтобы мочь объединить все данные с публичного сектора. Независимо от того, это на центральном уровне или на локальном уровне. Особенно вопрос Острова, в локальном уровне, у них нет этих возможностей подключиться к вашим советам. Нет, и у них, как вы говорите, у населенных пунктов у нас в Молдове нет своих информационных систем. Вот это проблема. Нет, нет, нет. У некоторых есть. У некоторых, да. Я был, я смотрел, посадил. Можно, чтобы это делать. А во-вторых, то, что они там разрабатывают и приняты маленькие такие системы, они должны как-то быть согласованы с теми форматами данных, которые уже приняты. Это приняты как национальные. Поэтому мы думаем, что этот проект нужен и не поздно начать даже сегодня работать над этим проектом, имея в виду все, что вы делаете в центре ИГО. Мы никак не противоречим своих действиям. Я думаю, что мы противоречим, потому что то, что вы сейчас говорите, дом МХ, я полностью вас поддерживаю. Если эта инициатива была 2013 года, согласен на 100% со всем, что там написано. Сейчас в этом законе, уже без двух дней закон, в первом чтении принято. Во втором чтении, буквально в четверг, ожидается его принятие. Там прописано так. Семантический каталог, это то, что называется реестр метаданных. Это тот инструмент, к которому обращаются все. И потребители данных, и источники этих данных. Это единый ресурс, информационный ресурс, публично доступный. Я не могу никаких данных требовать, если я не указываю идентификатор этого ресурса в этом тематическом каталоге. То есть он обязателен для всех. Без исключения. На локальном уровне, на центральном уровне, в частном секторе, в госсекторе. Без исключения. И это больше того, если вы прочтете закон, там написано, что если я преподношу какие-то данные через МКОНЕК, через семантический каталог, если все эти данные описаны, то никто не вправе потребовать у меня данные в другом формате. Потому что я уже инвестировал в подключение этих данных в предоставлении. То есть на бумаге, мне нужно на бумаге. Хочешь на бумаге? Возьми и распечатай. Есть такая возможность распечатать. Но, если мы говорим о информационных системах, это только в электронном виде. И это только посредством этого семантического каталога. То есть уже на законодательном уровне это уже прописано. И это через три месяца уже пойдет в силу, потому что это будет уже физически возможно. Физабельно. Это же не значит, что данные там уже будут? Конечно нет. Понимаете? Но с ними они работают за 20 лет. Конечно. Мы это никогда не закончили. И никогда не закончили. Мы въем с метаданными туда. И эти метаданные будут вноситься в семантические данные согласно правилам введения семантического каталога. Правильно. Но это уже лежит в ответственности источника данных. Потому что только он, Кадавстер знает, какие у него эти сущности и что эти метаданные описывают. Какие у него отраслевые стандарты. Какие у него там тенденции разные технологические всего. И он содержит вот эти семантические ресурсы, активы. Он версионирует их. Он всячески там распространяет информацию о них. Потому что в интересах этих организаций дать всем понять, и разработчикам, и всем понять, какой формат ожидается при подключении этих данных. В противном случае надо будет конвертировать, и это уже затраты одной и на другой стороне. Вот именно вот хотелось бы учесть. Я понимаю, что я думаю, что мне почему-то кажется, что это технически так сложилось. Инициатива была очень хорошей, очень актуальной на тот момент времени. Сейчас мы не говорим, что она не нужна. Нужна, но надо ее чуть-чуть пересмотреть в другом ракурсе. Если говорить о стандартах 111.79, вот источники данных, это министерства, агентства, они ведут свои метаданные. Они их разрабатывают или принимают. Но если этот стандарт у нас не принят, то согласно чему они ведут эти метаданные? Скажите, пожалуйста. Мы думаем, что этот стандарт, и другие, но 111.79, он должен быть стандартом для всех. Я не знаю, кто его сейчас использует, какие организации в нашей стране используют, пользуются этим стандартом по введению метадантов. Это главнейший вопрос, это данных в публичном секторе. Дело в том, что по закону прибыли, следующим шагом является именно разработка... В законе там обобщенная такая формулировка, что будет стандарт. Но есть вещи более конкретные. В его состоянии мы ориентируемся на ИСО, и создаем стандарт, что стандарт так как... Полный набор этих документов, то есть не только проект закона, но полный набор документов. Там проекты, постановления правительства, то есть подзаконников, если в русском, да? Дурматизводные акты. Да, они не были уже потом перенесены в парламент, потому что это не парламента уже работа. Соответственно, они не были опубликованы как часть закона проекта, но эти постановления, они уже были рассмотрены уже внутри правительства. Мы это можем, конечно, еще раз всем раздать, потому что они уже там опубликованы. Можем еще раз раздать, если есть какие-то, конечно, есть все возможности сейчас какие-то изменения внести. Потому что все равно пройдет еще раз, в законе были, ну, по дороге к парламенту, скажем так, были изменения, не существенные, но были. И точно некоторые эти изменения ведут к изменениям, отражаться, по изменениям по основанию правительства. Ну, хотелось бы просто вот эти исследования у нас, вот мы пересчитали на в конце 16-го года. Ну, это уже, ну, наверное, уже чуть-чуть устаревшая информация, но все равно. На протяжении 5 лет, ну, на тот момент времени было где-то 80 исследований, 80, которые никто даже, ни одна организация не открыла и не изучила там то, что там прописано. Ну, в разных министерствах, ну, особенно в нашей отрасли. Исследований много, но мы хотели бы, чтобы извлечь максимум пользы из этого. И польза будет, если мы сейчас уже учтем реалии сегодняшнего дня. Так, могу попросить, было бы очень хорошо, я бы вас пригласил на плачинты, мы сделаем перерик, сколько, 10 минут, 15 минут, и поэтому будем проражать. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . to put in the life the new roles and new workflow how they will communicate to others. About methodology I told standardization very very important standardization is required on the two levels. on the two levels. first is formal level means how to formalize and standardize data elements and its value set or value domains on the formal way it means how data element is formate, land, etc. And it is also required if you are making standardization and next will be harmonization you require to tell who is going to govern this data element because you are going to get a lot of data sets. data sets for instance of some group of data elements and you require to tell okay this data element for example city or name or sex this is governed by this government body. and after that also it is good to absorb the data standards of ISO etc. for example language code and country codes etc. it is a way to find out America when it exists it is best to reuse already existing standards. and it is very important to create a data vocabulary means as you thought such your platform. and at last very important thing is stuff means you require to find out the people not only educated but also people who have very good patients and they are very precise. it means they are not developers but they have to keep their eyes how the standards which are already amended are followed, how they are implemented. and they have not to be too much great but they have to be very precise. and at last you require good will in discussion among the bodies and very big patient. how to act. frankly speaking the way of the field which you are going to implement is the part of data administration on the state level. data administration you can have on the level of some organization, on the ministries or in the state. means minimum free level also exist on the level of international. that for example I talk about NATO or European EU also there exist such data management. I am not talking about master data management but data management is the set of the rules and roles and people etc. one of the part of the data management it must be absorbed is the data administration. means concentration of the smallest data objects. the smallest data objects is data element and sometimes there is also value domain or value set. frankly speaking that English has no correct name for that. we have in Czech language and German language also there is but in English it does not exist. we are calling this a císelník and it is a set of the values but every each value has also code. and this value set is used in different value data elements. second, it is very important. established data standardization means if I am going or before I am going to harmonize. I have to decide if I am going to use for such harmonization data standards. and if I am going to use data standards, which data standards. because even in ISO exists for different subjects or one subject more standards. about harmonization and standardization I will talk later on. when you are going, when you are adapting standardization, you can start harmonization. what is about harmonization? please don't harmonize everything. it is useless. it is good to start with the small group and after that to put other groups by the time. but firstly, it is best to select the most used data elements or multiple data groups. and after that you will develop such group figure. and harmonize only data which are reused means which are used for the inter-connections and more than once. after that it is required to set the teams. not only teams on every each ministry or some organization. but also it is good to have one central team. who is keeping the eye and also bring the methodology to others. which means that they are helping with harmonization for all the state administrators. and they are also helping with adopting new standards. they are giving advice to data managers in the new information system development, etc. they are part of the teams on every each ministry or such body. and they have to be part of development teams of information systems. it is very important. because data management you are using in two parts of the life cycle of the information system. first one is information system development. means such data manager Hesser is responsible which data elements are used in the new information system or new part of the information system. and he is responsible that firms which are suppliers are not using their own standards or something. so he has to control the data models. and use sophisticated tools. but this tool, please. buy only a class. at the end. when you have such five points already done. otherwise you will spare the money. and it will be not used for the many years also. I am not talking about small tools but like big mass data management, ASB or ATL. if you have no harmonization, it is useless. only in short term data management comprise all the disciplines related to managing data. and it is not useful to adopt all the parts of data management from the beginning. really start with the adoption only with such parts which you require, really require. data administration, data integration, data integration, backup and recovery. it is also very important and a lot of the companies are forgetting. they have very nice backup. but they are forgetting about the recovery. it happened several times in my career when they call me as an expert that they have no developed methodology for the recovery and they lost data for one year etc. it was very difficult to restore and they were required to give for restoration to vendor of the database. and it is very expensive. and archiving and deletion and shredding. you have to think, you have to consider one thing. data are structured but we have also unstructured data. means electronic documents. and if you want to make harmonization, if you want to deal with data, you have to consider also documents. why? firstly, most of the documents are created as an electronic and it is also possible to data mine. but if you have a paper document, it is possible to make a scan also for the main data mining. means you are already using as a data. and you require to utilize the same rules for documents like for data. and it is for the whole life cycle. means even for such data archiving and shredding, you are required to put the same principles for the structures, data and documents. means for example, if you are required to delete data about some contract, you are deleting data in the accountancy system, but you require also to delete the document, which you have in DMS. for example, you understand. means you are deleting both in the same time. you are deleting such contract in DMS. It is a little bit complicated. but you require to have the same principles for both the data because you have the same object. you have a contract. so you are deleting the data in the accountancy system about the contract. and at the same time, you are deleting such contract in DMS. are you sure that we must delete all the data? we have some situations where data are not accurate, but at the same time, one of the way is to stop access through historical data, and to be accessed only for actual data. and they will remain in the emergency system. sometimes we need this to be. you know, there are two things. you are talking about the data which new requirements, means they are live data, otherwise they are archived. means still you have in the life cycle of the archive data. but after the ending of such archiving time, it is required to delete data. it is the same like you are sharing in the document. it is the same principle. and it is very important to have a life cycle. for the purpose of them. and in the same time, means you are creating, using, using also you can send to somebody. you are storing, and as you are storing, still they are alive there. here you are archiving, here you are archiving, and at last, we're reading. Это точно так же время для документов и данных. Вы понимаете, что вы создаете, используя, например, инвестор. Это самый простой пример. Например, вы создаете инвестор, используя для вашей аккаунтации, а вы отправите его к партнеру, к вашему клиенту. Когда вы производите, он платит, вы получаете какие-то тексты, вы выставите. Но это все равно. После 1 года вы получаете архивение. И это может быть, я не знаю, как в вашем стране есть архивный период. У нас есть 10 лет. Так что 10 лет вы получаете от ДМС или других аккаунтаций систем. И здесь есть элементы, которые я могу сделать. Вы понимаете, что вы понимаете? Это тоже одна часть для документации. Это очень важно для того, чтобы принимать внимание. Это очень важно для того, чтобы понять, что каждый об этом, который я прочитаю, 都 есть собственные ценности и воровства. Это не только для инструментов, это не только для поддержки, а для человека со временем. и также дата менеджмента интерферс информационные системы, аппликация, деятельность, и администрация. Там есть причина для дата менеджмента, и также дата администрация. Это значит, что важно иметь данные, и осуществление данных. Если вы имеете информацию о клиенте или обладании, то все значение, имя, 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 дата, адреса, иначе. Потому что если вы имеете имя и имя, то это уже неизвестен. Потому что в стране 2,000 человек имеют имя и имя. То есть вы понимаете. Исследование интерферс информационные системы и аппликация. и есть очень важная важность о том, что решение на основе стандарта, национальные или интернальные стандарты, как иначе данные элементы должны быть. и национальные элементы могут быть использованы. То есть, что можно использовать, и также необходимо для гармонизации данных. Я покажу вам, как это выглядит. То есть, что есть две возможности. То есть, когда вы гармонизируете, вы используете, на определенный день, новый домен. Дата элемент и домен. Но также есть вторая возможность. И это зависит от ситуации. То есть, что вы уменьшите интерфейс, и в такой интерфейсе вы уменьшите трансляционные стандарты. То есть, что вы имеете информацию для системы отдельных кодов, но вы можете, на основе таких кодов, чтобы поменять кодов и отправить к вашему партнеру правильный код. Вы понимаете? Есть две возможности, как вы думаете. И, как я уже говорил, как я уже говорил. о данном обучении. Я уже говорил, что это очень важно в том, что в зависимости от процесса жизни, и процесса жизни. В зависимости от документов, или датасетов, но также в зависимости от данных элементов. В зависимости от того, что люди забывают, что обучение обучения, это основное, и датавалу. Но один дом, извините, это связано с многими датасетами, а не на другом. Я могу вам показать к примеру, например, код. 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 Я богат what is И глав Doug God Другая вещь, о том, что я забыла сказать, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении есть различные министры. Другая вещь, о том, что в данном направлении много информационных системах есть различные министры, и также контролируют данные. Датами уже гармонизации уже не могут. Другая вещь, что в данном направлении уже используют данные данные, которые не могут делать то, что они хотят. В данном направлении необходимости минимум 3 человек, но 5 человек максимум. То есть, что 3 человек в порядке. Один должен быть минимум дата менеджер. И это требует поддержку. То есть, что в данном направлении мы получили 2 человек, которые делали контролирующие, которые делали такие каталоги. То есть, что в данном направлении мы получили то, что это дата менеджер. И это дата менеджера. И это необходимости в каждом и каждом информационном системе. Как практично это можно達ить? Таким образом, данный дата менеджер может быть в многих системах. Я работал как дата менеджер в 28 информационных системах. Потому что некоторые информационные системы были в стадии развития, но большинство из них были только в производстве. Поэтому не нужно 100 дата менеджеров. 5-10, это достаточно. Но это хорошо, чтобы иметь минимум 1-2 в Минстерии. Чтобы они способны действовать правильно. Дата стуарты, они не только эксперты, и они могут действовать в одном Минстерии и в другом Минстерии. Это означает, что в Минстерии финансово-минстерии они дают какие-то ценности на тексты, например. И другие используют. Это функция, которая может быть отсутствована? Да, и это уже работает. Это может быть отсутствована к другой организации? Да, да, да. Мы используем банки, Национальный банк и другие банки, которые также держат их, и они обеспечивают такие ценности. Однако мы используем такие ценности. Н farklı преимуществом, а также крупные летости. §rч... Если вы интерес видете, я worsню несколько классов иシmasvenidos, иначе грzyć Point Madness。 Основные процессы для администрации Это создание нового данного элемента и очень доманированная Адопция данного элемента от бренча, нон-бранча, обновление или обновление на базе нового права Это очень важно, и очень часто что нового элемента уже активно Поэтому нужно создать данный элемент или создать данный элемент и создать данный элемент Упдатить в соответствии с пользователем Иногда это случается, что некоторые информационные системы которые используются в таком виде данного элемента требуется новое новое и необходимо обновление Так что он обновляет этот экспертизм и по своему мнению обновление обновление по поводу данного элемента парни не имеют никакого для второго coinка или то, что самое важное такое обновление нового образования это очень важно для последнего обновления системы Это требуется очень специальный процесс, потому что если вы хотите использовать такие данные для маркетинга, то есть это требуется для того, чтобы получить данные для маркетинга и данных для маркетинга для маркетинга. Итак, здесь только один пример, как получить данные для маркетинга. Я не знаю, если вы хотите объяснить, но это основа для маркетинга. Он контролирует, если данные для маркетинга уже существует в регистрии. Если он существует, то он реализирует. Если он не существует, то он контролирует стеуар. Стеуар готовит и заменит в регистрии. И когда он уже существует, то в следующий раз, каждый данные для маркетинга должен реализовать данные для маркетинга. И, в последнее, здесь есть диссеминация в информационных системе. Владимирна, что если пользователь спрашивает какие-то данные для маркетинга, то есть, что организация не имеет права для маркетинга? Если они обеспечивают данные для маркетинга, то есть. Например, для маркетинга, они думают, что они готовят новую обзорку по системе. И в таком обновлении это может быть определенная форма, где они поставят новую информацию в новую форму, например. Итак, он будет первым видеть, если такой элемент уже существует. В этом случае он использует его. Если он не существует, он просит создать. Это означает, что такие элементы не созданы на базе развития компании, но они уже предискнуты. Здесь есть основные основные принципы. Метадата регистрия, то есть ваша платформа, должна быть доступна к всем пользователям и информационным системам. Он должен поддерживать процессы и процессы. Это означает, что это не только датабай, но также поддерживать процессы. Это означает, что люди должны написать вопросы, комментарии, решения, etc. Для этого есть только ответственность, не только технические или IT эксперты. Это очень важно. Это означает, что мы будем ремонтировать IT людей из-за того, чтобы создать value domain creation и не создать их responsable. Почему вы должны понимать? Потому что если IT специалист должен создать value domain, то, что с этим, мы можем помочь с этим. Many times, there are mistakes. It creates миш-mаш, etc. Data manager is part of development team и responsible for data model and his information system. Я уже говорил. Прикортировка о данных элементах и моделях в метадатах. Это также очень важно, это часть работы. И ДАРМИНСТРАЕССЯ, только для диссеминации, не для создания данных элементов, а не для данных элементов. ДАРМИНСТРАДИЗАЦИН Такая стандартация является важным, для создания платформы. Если вы видите такие пирамиды, которые являются национальные стандарты, но если они существуют, то, пожалуйста, используйте их. После этого мы создали национальные стандарты. Это значит, что мы создали стандарты, как типы названия, как значение, как значение данных элементов, стандарты для адреса. и в последнее время они используют, не только для информационного системы, но и для других людей. это значит, что они создали стандарты, 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 информационные информации, информационные информации, и они используют стандарты, стандарты. Это значит, что они использовали в целом структуре, в других системах, в целом Центре. и в целом Центре. Это было очень естественное. То есть, как правило, что если вы хотите создать нам информационные информации, то нужно использовать стандарты. в Центре. И в Центре. И все это было. Они использовали аккаунтансы системы. Так что аккаунт, каждый месяц, просто нажал одну кнопку, и это будет заплатовано в ГАД, в ТЕССР, и это очень легко. Так... Субтитры так, которые могут использовать для нас методологии. Это, к примеру, как Например, у нас есть статус, это часть адреса, а также посткод, это стандарт. Но другие стандартные, как города, регионы, улицы, мы делали это самостоятельно, и это стандартный стандарт. Так что все используют данные в самую форму. И в последнее время, это было 7-8 лет, они начали использовать данные интернеры. Это означает, что в данном регистре, мы называем это адреса. Это имеет значение. Такие значения, которые в данном регистре, в этом регистре, в районе, в израиле, в том числе, в том числе. Вы уже знаете, что делать? Я покажу вам, как это выглядит, потому что другие системы используют только этот код. Они не нужны тексты, но только код, и они смогут речь в своих собственных системах. Это очень эффективно и очень быстро для общения. Просто ID. И я покажу вам, как это выглядит. Это возможно и доступно для всех на интернете. То есть, вы сможете найти каждый такой код на web. И если вы на базе от request, вы можете получить целую датабазу. Не с названием, но целую датабазу. Если мы говорим о гео-специал датабе, то мы имеем двух видов датабе. Текст датабе и гео-специал датабе. И мы имеем двух видов датабе. Да, да. 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 Тринственное. Я подумала, что вы говорите что все другие компанияzzаются в области. Они отчают, что они разбираются в области. И они отчают, что они отчают эти deeper сети. Они отчают, что они автоматизируют. Да. Да. И это то, что всё и сообщество. я имею в виду, что в разных общественных организациях, они адаптуют эти форматы. Да, да. Но как это может происходить? Я говорю, потому что мы имеем много лекарственных систем, которые были работали в том, что новые форматы были использованы. Так как мы будем модифицировать их? Мы будем адаптировать их? Я не знаю, что вы. Мы имеем также правильное обоих информационных систем. И это название, что каждый Министерий и в других информационных системах это общается с другими информационными системами. Здесь есть регистрии, регистрии, и здесь также есть Министерство Интернатного Афарта. Он руководитель, и есть такой центральный дата менеджмент body. Это только три человека, а не больше. И они держат регистрирующие документы. И они также дают информационные системы в каждой стране. А также из США. Это могут быть банки, например. Остаты. Они используют такие стандартные дата менеджменты. Таким образом, они не смогут быть интерконнектором. Они используют сертификацию. Это означает, что они изучают дата менеджменты. Они используются добрые. Стандартные дела – хорошо. Вы можете сделать это. Открывают вашу разработчик. Вы можете, пожалуйста, сказать, что вы сможете сделать это. То есть, на основном, в этом случае, в один из этих Министерских, чтобы в связи с интерконнектором, им нужно обновить их информационные системы? Да, я имею в виду, но не все, но только на базе интерфейса. Интерфейс. Да, но сейчас все проблемы начнут. Те, кто разработали информационные системы, они уже не были. Некоторые из них иммиграли, некоторые из них уничтожили, некоторые из них уничтожили организацию. Некоторые из них уничтожили информационные системы. Некоторые из них уничтожили монолитические технологии, которые не позволяют никакой конъюнктивности и так далее. Есть много проблем, которые нужно думать. Некоторые из них уничтожили интерфейсы, а это реинженерирование системы. Да, вы имеете право. Мы имеем право. Некоторые из них уничтожили много информационных системы. Некоторые. Да. Иклюдано. Иклюдано. ФОКСПРО, ДБ. Да, да. ДБ, ФОКС, и так далее. Очень большая проблема. Мы использовали время. Только системы, которые были готовы, они могли быть интернете. Это произошло, что министерии, если они требовали такие данные, они подключили в план, и разработали новое. А так далее, если уничтожили информационные системы, работали, и возможно, поставили такие табли, в среднем. Адопция. Адопция. В этом году, они могли бы отправить хорошие таблицы и получили хорошие таблицы отбор. Потому что это пространство. Это есть две возможности. Если вы обвесите системы, обвесите, или обвесите в новом, то уже выбираете данные стандарты. Но, вы не должны обвесить такую таблицу сразу. Если это возможно, это системы в следующем 3, 4, 5 лет, то только обвесить интернете. Очень разные проблемы, очень разные стратегии, техники. Да, это же самое. Но, самое главное, это люди. Они также говорят, если вы обвесите интерфейс, то вы можете связаться с этим. Один момент, в котором вы были интересны, мы не обвесили их, чтобы они связаны. Не обвесили. Не обвесили. Это очень легко. Не обвесили. Не обвесили. Это немного соответствует обвесили. Но, проблема это, потому что мы, как Министрия, не обвесили в том, что это инфраструктура. У нас не обвесили. У нас Они стоят в линке для получения документов, потому что это не обвесили информацию. Они не обвесили их власти. Мы пытались инжекти инфраструктура. значительная мидлевая для того, чтобы адаптировать эти информационные системы. Если они не обвесили, то это не возможно. Мы серьезно думаем обвесили эти информационные системы. инфраструктура не обвесили. Это не обвесили деньги. Это не обвесили обвесили. Поэтому мы это способом вывесили такие министрии сделать что и быть responsables их собственные системы. которые могут отправить информацию из ФОКС. которые не могут трансферить. Делайте это самостоятельно. Это данные которые я имею. Мы думали что это можно помочь. Но конечно вы более понимаете. что вы понимаете лучше понимаете. Но каждый министер был в стране. И было много вопросов. Потому что люди были решены что нет. Если вы хотите централизации то это не то это не так и возможно это несколько месяцев. это хорошо. Спасибо. министер министер не в новое изменение а и администрационные reformы не не знаю политическую ситуацию. Это очень сложная вещь. Можно также быть под руководством под руководством, то есть под руководством под руководством. Можете быть так, как возможно. Можете быть индивиденцией. Да, в руководстве. Для этих проблем надо сказать, что эта организация, которая эти проблемы должна быть военной или военной жесткой, жесткой. Как это было у нас? Поэтому это была одна из причин, почему все это пошло под висок внутренних дел. Потому что они дали команду, и так будет все. Иначе будут разговоры. Все, как и были ее на депутат, и могут так. Потом, в одном дне, были приняты законы, и все пошло. Много чего комментировать. У нас и команды не выполняются. Очень много команд, даже жестких, тоже не выполняются. Но у нас работает что-то другое. Потому что, вот вы говорили, что нужен effort. Наверное, нужны деньги для этого. А деньги у нас вернутся, чтобы заменить. Техлопакеты, там, красные ковры. А на IT не идет ничего. Мало что уходит. Да. Поэтому приоритеты расстанавливаются по-другому. Вот сейчас возобновляются переговоры с министерством финансов. Для того, чтобы, когда бюджетируется определенная затрата, создается бюджетная норма на следующий год. Чтобы учитывать уровень информатизации. Потому что иногда закупаются совсем не то оборудование. Совсем не туда инвестируется. У нас очень мало денег. Но эти деньги куда-то рассеиваются. То есть не командой, а деньгами. Если не будете модернизировать вашу систему для того, чтобы создать условия, чтобы люди не ходили с бумажками, мы тогда поощряем, даем вам больше денег. Если нет, то идите. Вы знаете, эту ситуацию с деньгами в Молдове мы отслеживаем очень тщательно. Я могу сказать, что... Вы знаете, где деньги? Нет, он... Это будет... Следующий эффект. В Молдове очень много денег. Очень много денег. В то время, когда мы начали на публичные управления то есть 120 миллионов евро. 120 миллионов евро. Источник финансов. Источник финансов. Мы хотели 7 миллионов, что сделаем финансовую систему. Современно. Все написали, деньги были, ничего не получили и Молдова вернули 65 миллионов евро. Вернули. Они не востребовали. Европейский Союз придал такие меры, что сказал. Мы обучим ваших людей, чтобы были способны сделать задания. Чтобы были способны написать проект. Да, написать проект. И тоже опять поступают деньги. Сейчас, в прошлом году поступают тоже 120 миллионов евро на публичном проекте. Денег нет, проектов нет. Сейчас тоже вот. Если я найду в компьютере, что на эти годы есть деньги. Сумасшедшие деньги. Но почему? Мы не знаем. Мы просто не понимаем. Заявка с нашей стороны нельзя сделать. Это народ, чтобы организация из Молдовии написала очень хорошее задание, тендер и источник финансирования как бы было. Задание возможно найти. Возможно. А это мы можем это сделать. Мы не можем это сделать. Узнать и сказать, напишите задание. не можете. Два года назад мы принимали участие на тендере Национальный банк. А и еще документ оборот это был UNDP. Это был UNDP. Задача это было извините дураковство. не было возможно внедрить такую систему. Там не была безопасность. Это не было возможно. Там было строго написано не требуется решить безопасность документов. Понимаете? задание UNDP. Там был источник финансированный миллион долларов. Мы дали предложение к этому заданию. Выбирала компания которая сделала предложение за 40 тысяч долларов. Я не знаю 100 организаций. Это была очень задача была очень плохая. Это было невозможно сделать. Но Вратислав говорил об этом, что возможно источники финансирования нужно найти проблему написать задачу написать тендер и заявку на источник финансирования. Я думаю, что все идет. Мы знаем точно сколько. 4 года назад. Хотели? Не было возможно. в компьютере документы вам не разбираться. Но это не сказка. Это не шутка. Это правда. официальные документы и сейчас правительство Молдовы это всего верхушка айсберга. то, что вы знаете. все расписано на что это идет. реформа финансового управления там все расписано на что линии. вы поняли. Некоторые из этих заданий проходят через центр информационной системы сделаны и тогда они что-то просят подключиться к регистру населения после чего деньги половина изтрачена. 4 миллиона евро на оборудование для системы на содержание которого ни одного специалиста ни одного аналитика даже не говорят дай там менеджер аналитики ничего такого 4 миллиона оборудование есть все вот такого и это везде почти что и даже доноры приходят и дают деньги это легче всего поэтому даром деньги не надо такие деньги делать что-то лишь бы еще одна проблема что так хотели сделать в институте стандартизации их системы в фазу данных и системы документов оборот все мы сделали с председателем честного стандарта все подготовили все обсудили презентацию сделали они сказали вы знаете мы уже договорились с мировым банком мировой банк она будет финансировать вы знаете мировой банк это деньги надо возвращать с европейской сообщества они делали требования и вот спустя год или два они сказали мы работаем банки нам дал толку на базу данных а на документов на распространение стандартов нам нет оборудование и базу данных это просто ну это конечно это но мы пока не научились слаженно работать потому что мировой банк делает что-то и финансирует что-то европейский союз может финансировать что-то другое а у нас бывают случаи что одну и ту же информационную систему затпает был один случай пять раз пять раз одну и ту же систему взять на баланс не хотят почему потому что дети шестое возможно будет потребовать деньги на ту же систему и и и донали все это всегда дают эти деньги дают 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 почему потому что нет вот этого центрального как бы управления по этим финансам как бы деньги есть но они уходят не туда то более того я так имел возможность готовить то есть какие-то искусства и мне пришлось не по некоторых по некоторым направлениям столпятся доноры дать там деньги тот же проект тоже делали а в некоторых устах и непонятно то есть когда картину нарисовал не знало как-то написать что я буду продолжать презентацию а это дата интеграция я уже говорила что это хорошо дата которые будут общаться и я также рекомендовать дата в многих стажах стажах это первое это дата элемент и после это это и также используя данные стандарты и сейчас я хочу показать как это можно сделать это несколько лет назад для дата информационные системы и websites которые идут на IBM Watson и это и мы получили стандартов дата например мы взяли наши дата sources и все есть ли название если есть то есть собаке или структуру дата элемент как для дата здания и даже гпс и Это касается данных элементов, и я покажу вам, как это выглядит на базе основных domainов. Таким образом, здесь есть белый. Это национальный дата стандарт. Мы всегда получаем в различных domainах кодов и текст. Это означает, что если у вас есть платформы или каталогов, то вы должны быть вместе. Это означает, что один информационный систем работает с кодовом и текстом. Но они отличаются на данном виде. Таким образом, вы можете видеть, что здесь есть другие sources. И мы были маппингом. Здесь всегда есть Минсити, Праг. Минсити, Чех. Минсити, Чех. Пелзень. Оломуц, Злін. И на основном, информационный системы всегда получали тексты, а также из других систем, кодов. И в последнее время мы получали тексты. Но аппликация показывает тексты. Эти изменить условия тексты. Они находятся данными изделениями. Здесь находится университетом. В сегодняшний стандарт для взрослого манипулятора. У вас есть, что Валерин, что мы делаем тексты. Валеринка. Здесь мы с ней общались условия с бомбикой. Матрик табел, что они играют в дата-экшенге? Они используются для каждой дата-экшенге операции или используются для консультации информационных? В этом случае мы поставили в такой платформе, потому что это коммерческий систем. Мы поставили в такой платформе и когда информационные системы отправили дата, то есть просто в одну точку и здесь в одну стандартную текст. Но здесь мы всегда получим стандартную тему, но в аппликации, у людей, когда в обратном случае, они увидят в аппликации текст. Я думаю, что я понял, что это, если этот Excel файл, это используется как маппинг? Да, это просто для вас, как это было сделано. И мы поставили очень длинный файл. Это было в Python, потому что это было программировано в Python. Но вы можете использовать различные платформы. Вы можете использовать CVS и XML. Это для приложения? Да, самое важное, чтобы сделать маппинг на каждой линке. Таким образом, вы получите такую стандартную информацию. Это довольно тяжелый работа. Для этого я рекомендую иметь группы лидеров. И они требуют хорошую прессию. Спасибо. 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 И делаем основную картинку от центральных registриров и Data вокруг. Я дырала так называемую значительную информацию, как инструментов, Это очень важно, чтобы иметь формулирующую часть вопроса о работе. Это означает, как я уже говорила, что мы должны знать типы, название данных, Элемент, owner, responsible body for data element, we require to know such data stewards for value set. So it is written here. Metadatas. And here you are getting data, which are defined here in your metadata. So and together it will cooperate. Vladimir, one, another problem, typical problem we have is different set of data, they are provided by different providers, data providers, different data sources. They do have different capabilities and different SLAs, service level agreements. So for one data source, for instance, registered population have much higher availability rather than just another information system. So if someone is connecting to data, it expects, that organization expects the data to be all the time available. But it may happen that that particular service provider is not capable to deliver data all the time. No problem. You know, we were talking about… Where this SLAs information is stored? Is this part of the metadata or not? Listen. Here state registers are available 99.99 of timing. Also here, nowadays, they are preparing the date. They are calling it the ADAS date. Means it is for helping of identification and authorization of the physical people, physical person and companies. But still, if it is under development, it has to start from September and from such a first stage project. But it will be from the autumn available. Question is that here are several applications are also talking among them. Yeah. That, for example, here, the Minister of Internal Affairs has a matric class and talking with the POSTA. We have a system of checkpoints. Or here, they are asking to the cadastro, that people can go to POSTA and from such a checkpoint and they are getting the certification that he is owner of such property. And it is allowed to have this direct communication? And they are interconnected, but not all the time. The POSTA is coming only in particular hours, for example, from eight to seven o'clock evening, not in the night, not Saturday, Sunday. Okay. Yeah. Okay. Yeah. 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 So, we are exchanging some opinions here. The problem of the data exchange in our context is this heterogeneity. We do have different processes, different protocols, different procedures of collecting data and publishing this data. So, this middleware which we are using, this mConnect, it makes abstractions of the nature of that particular organization who is providing data to the outside world. So, behind mConnect, you don't have to know that this authority is providing this data only as FTP sets or only at this hours or is collecting from various branches or things like that. So, mConnect is ensuring that you are all the time have this particular data in the format you accept. But, here we have a problem because of different providers offering this data according to different SLAs, service level agreements, different availability let's say ranges, then we may end up with someone willing to have access to particular data, mission critical data and that data is not according to their expectations. I understand. What you prepare, it is such a platform but a technical solution. But it is not solving the solution of the data and not solving the problem of the data gardening. First, data governing. Sorry, sorry. Okay, okay. Before you will start to produce such platform as normal, it will be required to tell who is responsible for what. which means you require to tell where is the data truth. Means only one information system is getting such particular data object. Means register of the people, physical persons is only one truth for everybody. For example, we have one very, very nice example. That Cadastre is putting the new owners of the properties and it is the Cadastre register. And Cadastre, once in the three months, is sending information to the Ministry of Finance, to the Tax Department exactly, that here was changed the owner. Such they are making the control, was paid or was not paid. And immediately to send him to the citizens awareness. Who did not claim, who did not pay. But still it is in the polite manner that such a citizen has one month to pay. But they have under control. This here is the truth of the ownership of the property. This is the truth of the payment tax. Okay. So, okay, you can put in the platform. But there is very big importance of the data documents. So, benefits you can read by yourself. As per our experience, at last money were really saved. Because we used more administration and organization work than changing of the information systems. So, we little bit pushed the bureaus and ministries to change in time. So, we calculate that it will be changed such a database within three years, four years, five years. But meanwhile, they made such a small change on the interface. And it was agreed. Very important is to have under control means to know who is sending, what is sending, where is sending and where. And also, it is good to know that data are saved. And here only about the project. It is the last slides. We think to collect from information within June and July. Within August, I would like to collect data to prepare analysis. We are going to create document. And hopefully, we will come back for some workshop and present our document within October. Okay. What do we require from you? If it will be possible, we have prepared your form in Excel way. And we require to fill up. If it is not possible, we require anything what you have about such integration, your platforms, etc. What is really exists or what is plan. And inputs from interview with you within this week. And outputs will be such a document and the last workshop. Hopefully, it has to be half or whole day workshop. And we will discuss about our analysis and recommendation. Is it okay or you require something to amend to outputs? For this group, I think it is okay. Okay. What is the budget for this project? Pardon? What is the total budget for this particular study? The budget. You require also budget for how it will cost. How it will cost the study? It is not for me. I don't know. Okay. What is the budget for this project? What? Our? No. Very little. No. 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 а наша работа, мы бы хотели достигнуть какого-нибудь конечного пункта, у которого есть смысл и пользоваться нашим опытом, но это такая, не знаю, будет только студии. Мы здесь вас посетили четверо раз, но уже сейчас мы здесь первый раз, еще три раза, ну а то, что с этого будет, я думаю, что так. Может быть, это было интересное поведение. Знаете, проблем много. Это первый, как сделать фундамент для всех информационных систем, потому что нельзя построить крышу и говорить об этом, если будет красного цвета и синого цвета, как нет фундамента. А это проблема, первичные данные, это проблема фундамента. Это методика, процессы, филозофия, принцип разработки всех информационных систем в публичной сфере. Ну, возможно, будут проблемы управления публичными финансами, бюджетами и другие специалисты. Мы об этом не говорили, а это уже настройка, все настройка, все системы, все реестры, все это настройка над этим принципом, что надо сделать. Какие возможности, чтобы было возможно интеграцию сделать, интернет, оперативную. Я послушал, что Игорь говорил, что вот такие вот законные акты, вот таким законом будут принять, допустим, в четверг, в четверг, в четверг, да? А если они есть уже как бы разработанные проекты, наверное, хорошо было бы дать, так сказать, какие-то, ну, фидбэк по этим предложениям. Мы рассчитываем все, что у нас есть по этому, ну, в принципе, это уже есть, публикованных партийчиков, где есть. А, эти... Да, подзаконники, потому что их циркулировали внутри правительства изначально, перед тем, как отправить в Парламент. Это есть. Но все равно, ну, в принципе, если мы договорились встретиться в четверг, вы увидели. И приглашаем всех, кто тоже интересует вот эта тема, да, заинтересованно приглашаем уже в агентстве электронного управления, да, недавно тоже нас переименовали, Пушкин-интерсекция колумны. И так на самом деле. подзаконников и дополнительных регламентов, не только законов о восстановлении, но и опишем контекст и пытаемся связать то, что мы сегодня услышали с тем, что у нас есть, чтобы это было максимально и сократить, наверное, и вам время по исследованию. Да, это лучший способ, чтобы помочь вам, чтобы написать что-то, которое вы не используете. Я думаю, что это не будет проблем, чтобы исправить и исправить свои требования. Я бы сказал только, сейчас мы говорили, что это было введение в проблемы. Введение на то, что бы мы хотели, точно процессы и другие инструменты, с которыми надо пользоваться, это невозможно через два часа об этом поговорить, это бы открыли проблему. Это и было введение, такие, что бы сказал. Только верхушкой айтики. Да, да. Коллеги, я хотел бы задать один вопрос, который в этом контексте, когда мы обсуждали, он каждый раз возникал. Вот сейчас есть новые видения того, что касается введения данных вообще с блокчейном, с этими распределенными леджерами, со всеми вещами. И когда мы тут говорим центральная какая-то организация, какие-то регистры и все-все-все, это уже становится во многих случаях распределенным. И нет единого авторства, кто может задать тонус вот этим сценарием зарядного обмена данных. Как это, как вы видите, вообще это, как вы вообще прокомментируете вот эти тенденции? Если я могу, три слова. Блокчейн – это просто такая штука неопределенная, которая требует огромной вычислительной мощности. Ну и не знаю, если она удобна для наших целей. Для обмана, для выкачивания денег – это хорошая штука. Работает, работает, да. Работает, да. Работает, но для наших целей помогает. Ну, я бы сказал, к этому, это другая проблема. Первичных данных, таких, ну, это немного. Немного. Мы говорим о системах, где базе данных, терабайты, гигабайты. Это все очень большое количество данных. Но этих первичных данных – 70, 80 – это ничего. Адрес, кто родился, где, номер дома – это немного. Немного. А мы говорим о том, что нам надо большие вычислительные техники на разработку связок. Надо сделать этих первичных данных – 70, 80 – они не будут более, чем 200 – 200. Так, 200. Это, в принципе, простая проблема. Я даю вам пример. Когда я был в армии, мы были первичными строительными каталогами системными состо если нетл, чтобы поддержать группы функция. В принципе, alle данных – 24, 39 – 87 – 88 – 99 – 99 – 86 – 98 – 87 – 38 – 88 – 88 – 98. Это вопрос о том, как это делать, и не о том, как это делать компании. Первое, мы делали, обсуждали, как это делать. И после этого мы делали программу в нашем департаменте. И он делал это в половину месяца. Реально это просто для Орако-датаба. Да, я понимаю. Это, наверное, case-by-case examination. Потому что, например, для регистрации, что у нас есть в разных компаниях. Так что у нас есть авторитет, которая должна установить эти документы. Да. Но это может быть дополнительной департаментом, для того чтобы держать эти документы. Так что мой вопрос был о том, что эти департаменты для департаментов, для того чтобы департамента, это влияние на департаменте, или как-то в таком виде. Я думаю, мы должны исследовать больше, чтобы рассмотреться в этом доме. Но я agree с тобой, что это нефициентом технологии для сегодня. Но вы должны сравнивать с трейдерфов. Да, это может стоить 6 миллионов, но вероятность, вероятность, для демократизации, который является основным для использования этой технологии, может быть гораздо более полезным. Таким образом, средства и демократизма Вы всегда говорите о технологии, но, как говорится, демократизма не в технологии, демократизма в людей, коммуникации, правительство, etc. Таким образом, если вы добавляете больше энергии для решения этой проблемы, то технология очень легко и очень быстро. Я вам покажу две вещи. Вы спросили о катастрофе. Это катастрофе. Это только на интернете. Я попробую добавить это. Более. Таким образом, я добавляю мое апартамент, которое вы можете видеть в реальность. Das я прик Netzц Sidney Moeroo. Это очень много. Я будет моеacionsное массы. Just 30 минут. Могуtes, Яendушку на ведущуюання. Н重ать пассива. К Rinк рту ищу. Очень тепло. Это . Это, да, регистрика? Да, это регистрика. Это регистрика. Для регистрики или катасторы? Это катасторы. Но это регистрика, это регистрика. Каждый регистрика, это не в одном из Leben ДА. но такие регистрации различные в целом стране, но они доступны по одной платформе. Вот здесь вы можете видеть дом, где я живу, даже с картой. И здесь вы имеете парцел, место, место, город, катасстр, номер, как огромное количество, и здесь вы можете видеть апартаменты. Да, да. Я могу показать, что я могу показать. И теперь вы можете увидеть, кто владелец. И если вы хотите, если вы знаете адрес, то вы можете увидеть, что произошло в прошлом. То есть, историю такого апартамента. Все видно. Твой имя есть? Да. Возможно, что в нашем стране есть. Я сказал, адрес ваша так быстро. Но как с законом о защите персональных данных в этом случае? Интересно. Это свободно доступно. Это свободно доступно. В нашей стране, если кадарственная информация отдельно, а личные данные, имя, на кого записано этот кадарственный объект отдельно. Виктор, можешь подходить, ты же знаток в этом деле. Особенно в последнее время. Видишь, как люди делают? Надетое урожеское. У нас просто национальный церк защиты персональных данных принял новую позицию. И хотелось бы знать и у вас, как это происходит. Потому что в последнее время вступила в действие новая законодательная база для егоритирования именно отношений, связанных с персональными данными. У нас есть значительные, важные и жесткие. Вы знаете, в ГДПР написано, что личные данные, которые требуются по правилам, это означает, что если это определено по правилам, то это может быть виден. И мы имеем правил о катасстрии. Мы имеем правильное правилам. Я использовал GDPR в одной компании компании, которая очень большая, и мы обнаружили, что 98% из процессов, которые были указаны по правилам. Только 2% были не указаны по правилам, и только 2% были указаны по правилам. Это означает, что это сделано. У нас нет проблем. В этой ситуации возможно есть другой момент. В Республике Молдова, Национальный центр защиты страны, это возможно в личных отношениях, когда есть желание контролировать всё и вся. Они считают, что они директора Чемного моря, и им можно всё. И тем самым они ставят интерес к государственному органу и контролю выше некоторых общественных интересов и необходимости. Виктор, у тебя есть возможность передать привет твоим бывшим коллегам. Онлайн-трансляцию смотрит сейчас. Ты попросил мне вот такой причина. Вот здесь, такая прибора, которая имеет три стены, то есть три двери, и каждой двери есть различный причин директора. И мой адрес пункт есть вот так, и он имеет вот этот пункт. Три entrances в здании? Да, три entrances. И мой адрес пункт имеет вот этот пункт. И это так. И даже здесь есть для фирменов, и здесь есть пункт для ambulанцев. Они просто получают вот этот пункт, и они знают, куда они должны идти. Да, да. Так что, это республика система работает с этим пунктом, и они сразу обращают пункты и отправят импульс. И все эти информации, эти данные элементы, уже стандартизированы. И это я хочу показать вам. Это наш система для данных элементов. Это, я могу показать вам. Это банк-банк-банк-банк. Это чок. Банк-банк-банк. Да. 4 ма. Это очень корот. Это проблема для данных элементов. Но это заманка для данных элементов. А кто blessed? Да, именно этот человек ответил. Вы говорите о том, что он ответил за ответственность? Да, он ответил за ответственность. Например, если банк будет требоваться больше информации, то они должны ответить. Мой вопрос был, например, я имею в виду некоторых методатур, в данный момент в моем информационном системе я требовал информации. Я видел, что последняя информация была три месяца назад. Мне нужно было сделать это в моем системе. Но если я знал, что информация не работает, мне не нужно сделать это в моем информационном системе. Я не понимаю, что вы хотите, что вы хотите, чтобы добавить данные. Это значит, чтобы у вас поведение, чтобы менять тип? Нет. Не тип, нет. Не input. Input? Глассификатор изменился, допустим, неделю назад, в этой ситуации я должен в своей системе актуализировать его. Если я его актуализировал, и после этого не было изменений, зачем мне здесь проводующую систему? Listen, there are two things, data elements and value domains. I know it is always interconnected, but it is required to divide it for the support, means data elements hardly is changed, mainly it is the same after definition. Within such last 15 years, how many data elements? Two, three changed, not more, from all the set, 200. But what is amended is value domain, and this I will show you. Value domains and classifiers? Value domains are like classifiers, yes. We have a special format, how to keep such value domains or classifiers. The list of streets of the city is also a classifier? It is a value domain? Yes, it is such classifier. And value domains are simple, and also they are constructed means of many, such classifiers can be of many, of many value domains. We are using this tool, but some of the bureaus are not using, that for example statistical bureau, they are putting on their web. It is sometimes difficult to push people, because they are changing frequently, and if somebody is new one, they are putting on their web. But at last there is interconnection and possible to find out. Just a moment. 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 Одна вещь, если вы держите в различных домах, это очень важно, что есть два типа различных домов. Вы всегда ставите новую информацию. Они никогда не закрываются, но также есть версии. Вы всегда ставите новую версию. Я рекомендую использовать новую информацию и новую информацию. Я покажу вам. Это гораздо легче использовать в аппликации. Вы имеете в виду, когда вы изменяете какие-то версии? Да. Вы добавили название? Да. Вы добавили новую версию? Да, да. Да, да. Это гораздо лучше, даже для использования, для революции и для историки. И для историки. И для историки. Да, да. Да, да. Да. Да, да. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...